В азиатских странах по-прежнему сильные традиции. При этом правила хорошего тона принципиально не отличаются от правил в европейских странах. Разве что есть некоторые особенности. Вот несколько полезных советов для того, чтобы ваше пребывание в Юго-Восточной Азии было комфортным для вас и окружающих людей. Вы учите несколько базовых слов на языке той страны, в которую направляетесь. Простые, такие как «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо». Оказав уважение к языку, вы приятно удивите местных жителей и расположите их к себе. Не выставляйте на публике своих чувств. Не пытайтесь заключить человека в свои объятия, если он сам не проявит инициативу. Общепринятой практикой, как правило, является простое рукопожатие или поклон со сложенными на груди ладонями. Но и здесь есть особенность. Уровень, на котором находятся руки выше или ниже, определяет значение поклона. Поэтому лучше просто поприветствовать человека легким наклоном вперед. Зачастую старшему человеку отведена роль здороваться первым. Если вас пригласили на семейный обед или ужин, подождите, пока самый пожилой член семьи сядет. И только после этого занимайте свое место за столом. Старайтесь съесть все, что хозяева положили в вашу чашу. Считается, что вам, как гостью, дается все самое лучшее, что находится на столе. Если вы сыты и не справитесь с очередной порцией, слегка прикройте чашу для еды рукой и вежливо откажитесь. Если вы хотите сфотографировать кого-либо, спрашивайте их об этом. Они не элемент экзотики, а такие же люди, как и вы. И, может быть, в их планы вовсе не входило блистать на ваших фотографиях. Не дотрагивайтесь до головы людей. Волосы и голова считаются самыми чистыми местами тела у человека. И трогать их может только хозяин. Уважайте традиции и святыни. Не поворачивайтесь спиной к местным идолам-богам. Не обращайте к ним ступни своих ног, так как ноги, в отличие от головы, считаются самой грязной частью тела. Соблюдайте дресс-код, особенно в сельской местности и в храмах. Отправляясь к местным святыням, не надевайте шорты, майки или безрукавки. Плечи и колени должны быть прикрыты, а при входе в храм и в дом обувь снимайте. Обувь, возможно, придется снимать и в других местах, например, в уличной лавке. Обращайте внимание на пятачок у входа. Если там уже стоит обувь, значит порог можно переступать только босыми ногами. Ажи необъятная. И порой непостижимая для европейского ума культура.